С нами на связи Илья Пономарев. Приветствую вас, Илья. Добрый день. Хотел бы маленькую поправку сделать. Не съезд народных депутатов не Российской Федерации, а съезд народных депутатов Новой России. Потому что Российская Федерация, наша основополагающая декларация, которая как раз принимается в эти минуты, скорее всего, является несостоявшимся государством. Илья, вижу, вы в прекрасном настроении. Я так понимаю, что съезд проходит, грубо говоря, по плану, хотя вот с первых минут, видел, были определенные дискуссии. Чем-то дискуссии похожи на дискуссии. Да нет, не похожи. Это лучше, чем работа Госдумы Российской Федерации. Ведь в Госдуме России точно дискуссии, собственно, не придумаешь. Давайте тогда, знаете, то, что может, возможно, расстроить вас. Марк Захарович Фейгин, выступая на съезде, он говорил о том вопросе, который, собственно, сейчас стоит, как мне кажется, ребром. Это вопрос легитимности. Легитимности съезда и легитимности тех людей, которые представляют ныне съезд. Как вопрос легитимности будет, собственно, промотироваться? Как он будет обговариваться? Ведь представители, за вас, в том числе, тех депутатов, которые представлены на съезде, голосовали на протяжении последних 10, 15, 20, иногда даже лет. Да, это там 10 миллионов россиян, если мне не изменять память, да, это в том числе в документах прописано. Но эти 10 миллионов, которые распределены по вот этим годам. Вот хочется вопрос легитимности, чтобы вы более детальнее обговорили. Смотрите, во-первых, что с чем сравнивать? Мы сравниваем нашу легитимность с нулевой, если не отрицательной легитимностью, тех, кто находится сейчас у власти в России. Потому что там узурпаторы. Они захватили власть. И это признано, что они захватили власть. Поэтому я и говорю, что их легитимность вообще носит негативный характер, даже не нулевой. И в этой ситуации любая сила, у которой определенная легитимность есть, она, ну, здесь, безусловно, есть. Это несколько миллионов человек, которые проголосовали и на выборах, которые признавались законными, честными, справедливыми. То есть это реальные живые люди, которые поддерживали тех, кто сегодня собрался в еблонном. Поэтому, безусловно, эта легитимность есть. Кроме того, есть еще чисто юридический аргумент, который заключается в том, что Российская Федерация в феврале 2014 года де-факто начала войну против Украины. Она никогда не признавала это войной. Тем не менее, это были боевые действия. Боевые действия должны были повлечь за собой введение чрезвычайного положения на территории Российской Федерации, соответственно, законам Российской Федерации. При введении чрезвычайного положения полномочия депутатов не прекращаются. Поэтому значительные части людей, которые здесь собрались, просто еще и действующие полномочия с точки зрения самой российской законодательной системы. Марк Захарыч также говорил о таком вопросе, как выборы условные. Есть ли возможность у россиян, которые хотели бы поддержать съезд народных депутатов, первый съезд, поддержать, собственно, возможно, провести определенные такты, выборы, чтобы выбрать все-таки уже легитимный орган, который мог представлять будущую Российскую Федерацию? Россию. Знаете, это было бы прекрасно. И я обеими руками за то, чтобы подобные выборы провести. Но просто есть одно маленькое но. Сейчас, как мы не крутим и не представляем, как это технически можно организовать, очевидно, что в подобных выборах примет участие, прежде всего, российская эмиграция. А российская эмиграция, вот моя личная позиция, в значительной степени не имеет морального права заниматься политической борьбой. Это люди, которые уже уехали, отказались от борьбы. Те, которые собрались здесь, люди, они уехали от конкретных политических преследований, от конкретных уголовных дел, от конкретных проблем. Но большая часть людей уехала просто за хорошей жизнью, грубо говоря, за длинной колбасой. И в этой ситуации, если именно они будут избирать новый русский парламент, но они изберут таких же, и это будет несправедливо. Надо, чтобы люди из России имели право голосовать. А здесь власти будут этому всячески противодействовать. Мы думаем о том, каким образом обойти это, каким образом обеспечить такие выборы, чтобы в нем приняло участие люди действительно из самой России, из российских регионов. Но пока, честно скажу, у нас нету просто технического ответа на этот вопрос. Илья, вот, скажем так, много комментариев вы сегодня. И накануне того, как стартовало событие в одном из польских населенных пунктов, Яблона, про который мы говорим, который действительно имеет и важность, вы говорили о том, что сопротивление на самом деле может быть в абсолютно разных формах, но оно не обязательно должно быть силовым. Хотя вы утверждаете, что все-таки без силовой константы не обойтись в данном контексте того, что происходит сейчас и в Российской Федерации. Вы говорите о том, что есть люди, которые могут организовать митинги, кто занимается правозащитой, информационные интернет-сайты, которые сейчас тоже информационная война, мы понимаем, информационный сектор очень большое влияние имеет на все процессы, которые происходят. Но также вы говорите, что все вот это, все вот эти константы, они должны быть сведены в единую концепцию, которая бы координировалась бы с друг другом, чтобы не получилась очень неприятная вещь в финале. Для этого нужно это все скоординировать, потому что, ну, конкуренция между разными вождями может привести к тому, что определенные события, которые сегодня, вот, и съезд, ну, может не дать результативность. А вы сегодня вначале сказали, что чем наш съезд отличается, что это не дискуссионный клуб, да? Вот если говорить о форме народов свободной России и так далее. Скажите, пожалуйста, вот эта единая концепция, как вы считаете, она будет вот на протяжении этих дней, потому что, я напомню нашим зрителям, съезд будет продолжаться еще несколько дней, и 7-го числа будет закрыт. Она будет сейчас, эта концепция, вырисовываться? Либо же для этого нужно немножечко больше времени? Знаете, есть разный вопрос. Съезд все-таки законодательный орган. И то, что он будет принимать, скорее всего, сегодня же, это так называемый акт о национальном сопротивлении, который очерчивает рамки, что мы считаем правильными способами борьбы и легитимными способами борьбы, насколько допустима силовая борьба. Вот это будет, конечно, плодом такой горячей дискуссии. Очевидно, что оно будет, но я уверен, что съезд примет правильные решения и выберет правильный баланс. Дальше будет задача организации всего этого, точнее, ну, это уже существует, но надо выводить это на новый уровень. И в состав исполнительного совета съезда, в частности, вот делегаты предлагают представители, например, Легиона Свободной России, то есть представители там боевых групп, которые этим занимаются. И это уже как исполнительный орган, он и может заниматься этими вещами, заниматься этой организацией. Когда вы говорите про конкуренцию, вы знаете, я бы хотел этой конкуренции, очень сильно. Но есть такой момент, что, к сожалению, я этой конкуренции не вижу. Буйных мало, вожаков нет. Есть Алексей Навальный, он сидит в тюрьме, поэтому это наша задача его освободить. После того, как мы его освободим, он вернется к политической жизни, но в данный момент он в ней не участвует. А большинство других групп политических, они либо надеются на верхушечный переворот в России, либо занимаются работой с эмиграцией, то, что как бы проще, безопаснее, комфортнее и так далее. Поэтому я не вижу большого количества других людей и структур, которые действительно были бы нацелены на работу внутри России, тем более то, чем занимается полицентр, который я координирую в Киеве, именно партизанской борьбой внутри страны и, собственно, вот этими вооруженными батальонами, которые борются на линии фронта. Широко, по вашему мнению, представлена полностью оппозиция Российской Федерации. То есть все те, кто сейчас выступает против Путина, против диктатуры, против агрессии полномасштабной, и той, которая была в 2014 году, против Украины. Ведь не все, я так понимаю, представители, антипутинцы, так можно назвать, ныне представлены на съезде. Нет, не все антипутинцы представлены на съезде, но те, которые говорят, что они не понарошку, а всерьез, и которые готовы драться за свои взгляды, все-таки большая часть их таких ярких представителей, она здесь. И те, которых нету, скорее, их нету по техническим причинам, а не по идеологическим. То есть у нас с точки зрения заявок на участие, Оргкомитет получил 94 заявки на участие, а в конечном итоге в съезде принимает участие 51, потому что у кого-то есть проблемы с безопасностью в России, у кого-то есть проблемы с визами в Европу, кого-то мы успели помочь в этом плане, кому-то не успели помочь. То есть такие вот технические вещи, которые будут потихонечку исправляться ко второму съезду. Но реально я могу сказать, что я ко всем отношусь с огромным уважением, к другим оппозиционерам, они все очень достойные люди, борцы и так далее, но они занимаются просто другими видами деятельности, чем теми, которыми занимаемся мы. Ну, допустим, если... Я все-таки прямо тогда задам, потому что вы уже вспомнили тем, кто помогает сейчас в эмиграции. Вот Михаил Ходорковский и его ковчег, о котором так много говорят. Действительно проект, который сегодня направлен, чтобы помочь тем, кто выезжает из Российской Федерации, Армения и ряд других стран. Скажите, пожалуйста, если бы Михаил Ходорковский, к примеру, изъявил желание присоединиться также к тем форматам, которые вы сегодня предлагаете, которые сегодня реализуются, готовы ли были вы видеть Михаила Ходорковского, например? Я как сейчас не только про него говорю, но вот как пример вы просто сами сказали, Илья, о тех, кто помогает людям в эмиграции, как раз вспомнила о нем. Готовы ли вы видеть его в, ну скажем так, сотрудничестве, да, в партнерстве, сотрудничестве? Давайте так. Знаете, мы готовы в этом видеть и Ходорковского, и Каспарова, и Навального, ну точнее его представителя Волкова. Безусловно, готовы. Точно у нас в оппозиции врагов, противников нет. Есть люди, с которыми мы спорим про методы, но цель у нас в этом смысле совершенно одна. А конкретно Ходорковским у нас еще и прекрасные личные отношения, и у него, его стратегия, она базируется на предположении, что перемены начнутся сверху, и он собирается быть игроком в этих переменах, поэтому, наверное, не очень было бы комфортно участвовать с какими-то более радикальными методами протеста снизу. Но я уверен, что, грубо говоря, в точке X, в точке перемен мы с ним, безусловно, сойдемся вместе, и у нас очень хорошее личное отношение. О радикальных протестах снизу чуть позже, но вот я бы хотел обратить внимание на один из проектов, который есть на сайте Съезда народных депутатов России. Это проект обращения Съезда к правительствам и парламентам стран антипутинской коалиции. По сути, о признании, да, вот альтернативного органа Российской Федерации как легитимного. Были ли контакты уже с другими государствами? Это, наверное, самый главный аспект. И в случае, если подобное признание все-таки будет, какой дальше этап? Ну, контакты, безусловно, были, есть и будут. Сейчас позиция целого ряда государств заключается в том, что классная тема. Давайте вы примете документы, чтобы это были уже не проекты, а то, за что вы проголосовали, чтобы мы убедились, что это действительно мнение депутатов, а не только мнение оргкомитета, который это написал. И после этого давайте садимся и разговариваем про конкретику. Я думаю, что сначала будут какие-то осторожные шаги, то есть мы можем наладить отношения с парламентами, да, там, например, Украины, Польши, Литвы, там, с других стран Балтии, может быть, потом Соединенных Штатов, да, то есть как бы назначить такой межпарламентский диалог. Как быть, без признания еще, но уже с каким-то вот частичным, значит, признанием. А дальше могут быть совместные проекты, совместная работа, например, санкционная политика. Ну, я в личном качестве активно участвую в этой теме. Я вот слышал нашего предыдущего гостя моего, тезку. Активно помогают международным группам с точки зрения определения там целей и приоритетов, и, значит, чтобы делать меньше ошибок, чтобы эти санкции были более эффективны. Ну, конечно, когда это будет еще и институционализировано через съезд, через официальную группу, конечно, я считаю, что это взаимодействие пойдет гораздо более активно. А в конечном итоге это принесет, в частности, Украины так необходимые деньги на восстановление инфраструктуры, которые могут прийти от российских и олигархов, и тех самых замороженных государственных активов, которые находятся в разных странах. Илья, вот в том числе от комментариев у нас сейчас пишут о том, что Freedom является информационным партнером, съездом представителей. Понимаю, наверное, глупо мне как представителю Freedom спрашивать подобный вопрос, но тем не менее, да, каким образом Freedom сейчас представлен на съезде в Яблоне, если не ошибаюсь, по крайней мере, по информации нашего шеф-редактора, мы не были партнерами форума. Вот хочется, чтобы, наверное, больше технические детали, которые не совсем важны нашим зрителям, но те, которые детали нужно все-таки прояснить. Ну, у вас здесь целая студия есть на нашем форуме. Мы, соответственно, вам очень признательны за информационную поддержку. Вообще, наш телеканал «Утро февраля», который изначально был сделан после начала вторжения 24 февраля, и который, ну, четко сориентирован на чисто русскоязычную, русскую аудиторию, не русскоязычную, а именно русскую аудиторию, внутри России является партнером телеканала Freedom, и мы очень нашими отношениями дорожим. Мне кажется, мы делаем одно большое дело. И, как знать, может быть, вы еще поможете нам выстраивать первый канал российского телевидения после победы. Новый, ну, или название поменяем только. Знаете, оно давно уже себя исчерпало, как мне кажется. Это как раз вот тогда оно будет 100% правильно. Это и будет голос свобода. Русской свободы. Ну, еще один аспект, который стоит добавить, вот о революции снизу. Вы знаете, поддается не то чтобы сомнениям, но довольно такой жесткой риторике. Военизированное крыло оппозиции, если так можно сказать, я говорю о подписантах Ирпенской декларации, в том числе, которую подписывали вы, что вот это военизированное крыло, оно может стать основой для военного освобождения. Как раз сегодня Фейгин вспоминал часто. И Фейгин говорил о том, что без такого военного освобождения делегитимизацию путинской власти провести, собственно, невозможно. Как на съезде об этом говорят, в кулуарах как об этом говорят? Вы как это видите? Является ли противостояние военное с сотнями тысяч росгвардейцев местных единственным выходом для освобождения России? Знаете, это вот еще раз, как я сказал, будет обсуждаться в ходе обсуждения акта национального сопротивления. Ну, конечно, это, скажу, в кулуарах, это одна из основных тем для обсуждения. Меня спрашивают там со всеми нашими связями с партизанами, с бойцами, как это выглядит, что это, что из себя представляет, стоит ли это в это верить, потому что не все до сих пор верят, что это реально существует, что это нам не придумка пропаганды. Мы про это рассказываем. Думаю, что большинство людей, которые здесь собрали, понимают, что нужен и необходим силовой метод. Но мы будем стараться все-таки съесть, чтобы он не подвинял собой там, не знаю, Министерство обороны или штаб революции. Съезд все-таки это орган законодательный. То есть вот он должен сказать, да, мы считаем силовой метод допустим, но при таких и таких условиях. И вот это он должен сказать. И я думаю, что он это сегодня как раз в явном виде скажет. А дальше уже там задачи наших там исполнительных структур, которые мной созданы, и других, уже это превратить в какое-то конкретное действие. И я не думаю, что нам предстоит военный поход с точки зрения там, не знаю, там танковая колонна, которая идет на Москву. Я думаю, скорее, это будет больше, как бы так сказать, десантная операция. То есть я думаю, что сначала начнутся массовые выступления в самой России, а к этим выступлениям подоспеют уже опытные, обученные бойцы, которые прошли закалку на фронтах, и которые смогут этих восставших реально поддержать. Илья, мы говорим огромное спасибо. Знаем, что сейчас перерыв, есть время у вас также подготовиться. Будем следить далее за съездом первым народных депутатов России. Спасибо вам большое. Напомню, Илья Пономарев был с нами на связи, экс-народный депутат Российской Федерации. Депутат Российской Федерации.